Здравствуйте! В эфире программа «Персональный акцент». Первая майская неделя оказалась жарко не только с точки зрения атмосферных показателей. Прошел многотысячный первомайский марш и митинг. Вновь на парламентской площадке скрестили копии оппозиции и парламентское большинство. Главный город страны и несколько населенных пунктов готовятся к выборам. Полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Великой Победы 9 мая. Вот об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. У нас в студии исполнительный секретарь партии социалистов Республики Молдова, депутат парламента Влад Батрич. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, буквально на днях. Начнем именно с этого. В столице отгремел или прогремел 1 мая. Седьмой год подряд по инициативе партии социалистов десятки тысяч людей съехались в главный город страны для того, чтобы принять участие в этом достаточно знаковом и очень для нас близком, знаменательном событии. Пройти вот единым сплоченным строем, поговорить о том, что нас волнует, поддержать друг друга в этом движении. В этом году количество людей, ну, наверное, можно сказать, поставило определенный рекорд по сравнению с тем, что было несколько лет назад. И это отметил даже глава государства. Вы довольны тем, как прошло мероприятие. С чем связываете такое большое количество людей, пожелавших принять участие в марше, в митинге? И вот какова все-таки главная социальная направляющая в борьбе, на политической борьбе для партии социалистов? Ну, конечно, мероприятие традиционно было хорошим, организованным, массовым. Конечно, мне, как организатору, всегда хочется видеть немножко больше, немножко лучше. Но хочется отметить, что в этот раз приходилось, так скажем, прилагать меньше усилий по мобилизации людей. То есть люди оценили за предыдущие годы, что это красивое мероприятие, праздничное, первомайское. И получается оно еще и ожидаемое. Да, оно безусловно ожидаемое. То есть люди уже привыкли, что 1 мая проходят, соответственно, такие парады, митинги. Это тот день, когда люди едины. Это день солидарности трудящихся, день солидарности простых граждан. Люди любят эти традиции. Люди любят подобные праздники, подобные парады. Почему? Потому что в последние годы те тенденции, которые происходят в политике, те события, которые происходят в стране, они все направлены против солидарности людей. Они направлены на нарушение прав людей, на нарушение прав их свободно, нормально трудиться, иметь нормальную экономику, иметь нормальную социальную защиту, иметь достойную пенсию. И поэтому этот день, этот праздник, он востребован как никогда. Потому что никогда еще людей не доводили до такого отчаяния, до такой нищеты, беспросветности, бесперспективности. Люди покидают страну, лучшие, активные люди покидают страну. Те, кто предпочли принять решение остаться, те сталкиваются ежедневно с огромными проблемами. Нарушаются их права в области защиты собственных каких-то свобод. Вплоть до того, что запрещают смотреть даже телевидение определенное, какие-то передачи. Это главное, что происходит накануне Всемирного дня свободы прессы. Да, но это вообще карикатурный праздник на фоне тех событий, которые происходят, когда переверстали абсолютно все правила, принципы, нормы, свободы, демократии, свободы прессы. Самая главная свобода и доступа людей к источникам информации. Поэтому людей подвергали, по сути, последние годы очень многим унижением. Не нравится вам? Большинство не поддерживает НАТО, а мы вам возьмем и откроем его офис. Большинство людей не нравится, не разделяет унионизм, а мы вам вдарим унионистами по центру города. И будем называть это все свободой слова, свободой выражения. Поэтому данный праздник 1 мая это был своего рода социальный протест. И против этой антинародной олигархической власти, против преступления власти, против демократии. И безусловно против той беспросветной ситуации, которая есть в стране. Поэтому хочу вам сказать, что очень много людей следило, очень много людей участвовало. Мы со своей стороны постарались максимально организовать это мероприятие так, чтобы оно прошло на нормальном, достойном уровне. И как бы не хотелось бы кому-то покритиковать, а что там социалисты, какие-то красные флаги, ну окей, а в чем проблема? В чем проблема с красным светом? Ведь красный цвет это символ этого праздника. Или у вас проблема со звездой? Звезда это символ социализма во всем мире. Поэтому мы, конечно, не обращаем внимания на подобное критиканство. Но в любом случае, если критикуют, значит за дело. Если власть пыталась высмеять этот парад, этот митинг, кто там приводили ряженых для того, чтобы сознательно там попытаться дискредитировать. Ну что, значит, власть за дело. Потому что, безусловно, те люди, которые вышли в центр города, 1 мая это на 100% люди, которые выступают за свержение этого режима, за перемены, за социальную справедливость, за другой путь развития страны, за государственность. Поэтому та резолюция, которую приняли люди, я думаю, что она отвечает ожиданиям абсолютного большинства граждан Республики Молдова. В целом, мы, конечно, довольны организацией этого мероприятия. Конечно, всегда есть место для лучшего. Но, тем не менее, все прошло достойно, без каких-то эксцессов, без каких-то там провокаций. То есть мы сумели обеспечить, чтобы этот праздник ничем не был омрачен. Ну вот за социальную справедливость, название марша митинга, за ответственную власть и социальную справедливость. Вот на ваш взгляд, в чем сегодня, в нынешних условиях Республики Молдова выражается социальная справедливость? Что необходимо в первую очередь вернуть сегодня гражданам Республики? Ну, не будем разделять за ответственную власть и социальную справедливость, потому что, что значит ответственная власть? Она отвечает за ситуацию, она отвечает за людей, она отвечает за их условия жизни, она отвечает за экономику, она отвечает за то, чтобы права и свободы граждан соблюдали, за то, чтобы у людей был достойный уровень медицины, достойный уровень образования. И поэтому ответственная власть, нынешняя власть абсолютно безответственная. Это ликвидация школы, это ликвидация медицинских объектов, это ликвидация предприятий, это грабительская приватизация, добивание тех предприятий, которые еще находились в национальной и в народной собственности. Социальная справедливость, здесь на самом деле не надо выдумывать велосипед. Основные принципы социальной справедливости, это является равный доступ к образованию, к получению качественного образования, которое должно быть бесплатным, а не так, как сегодня создаются частные учебные заведения, как альтернативные государственные, и, соответственно, заведомо ставят государственный сектор образования в неравные условия. Социальная справедливость, равный, свободный доступ к качественным медицинским услугам. Мы сегодня видим, что на основании нынешнего полиса люди не могут ненормально прооперироваться, ненормально получить даже какую-то первую медицинскую помощь. Социальная справедливость, это то, что каждый человек труда, который работает, он должен четко знать, что у него есть фиксированный рабочий график, который не должен превышать те нормы, которые устанавливает закон. Социальная справедливость для работающих людей, это у них должен быть достойный уровень заработной платы, который позволит им сводить концы с концами как минимум. Это нормальные условия для того, чтобы человек мог позволить себе хотя бы раз в год отпуск. Социальная справедливость, безусловно, человек труда, он должен знать, что достигнув пенсионного возраста, он не останется на улице, он не будет голодать, и его не доведут до нищеты, до которой сегодня доведено большинство пенсионеров. Когда власть заявляет о каких-то успехах, еще о каком-то призрачном росте, ну это же полнейшая чушь, когда у вас вы 90% стариков, вы обрекли их на нищету, когда они не могут оплатить элементарно коммунальные услуги и не могут позволить себе купить пакет масла, либо полкилограмма колбасы. Соответственно, основное требование людей, то, что хотят люди видеть от государства, это ответственность, и это, безусловно, социальная справедливость, это, безусловно, все то, что составляет какой-то фундамент, да, вот, ментальность каждого гражданина. Люди хотят чувствовать себя достойно, люди устали от унижения и нищеты, а эти унижения и нищета правительство системно проводит, залезая в их карман, повышая тарифы, повышая цены, и приводя к тому, что люди просто находятся, находятся на, практически на грани выживания. Соответственно, в цивилизованном мире тот уровень жизни, который есть сегодня в Молдове, это, конечно, абсолютно неприемлемо. На первомайском митинге представитель партии социалистов Зина Гречаной заявила, что в поддержку президентской республики собрано уже порядка полутора миллиона подписей. И хотелось бы узнать, что будет с ними дальше, как будет внедряться идея изменения формы правления в нашей стране? И как вы думаете, почему именно такое большое количество людей откликнулись на призыв партии социалистов поддержать идею президентской республики? Давайте, Станислав, я еще раз напомню нашим телезрителям, для чего, собственно говоря, проводился сбор подписей. Во-первых, мы провели в рамках этого сбора подписей, работали почти полгода, работали тысячи наших активистов, то есть, чтобы понимали, не так, как некоторые политические деятели имитируют бурную деятельность. Наши активисты реально прошли каждое село республики, и многие села прошли по несколько раз. Для чего? В первую очередь, объяснить людям, в чем суть инициатива. Изменение Конституции Республики Молдова, изменение системы власти, принципа разделения властей в Республике Молдова, изменение тех правовых норм, по которым функционирует государство. Какой части изменения? Сегодня парламентская система власти, парламентский принцип власти, он полностью дискредитировал, он обанкротился, потому что главная беда нашей страны, коррупция, она берет свое начало именно в парламенте. Когда партия, которая на четвертом месте была по результатам выборов, управляет всем в этой стране, соответственно, ни о какой здесь демократии, транспарентности приходить не приходится. И говорить о легитимности этой власти тоже не приходится. Потому что принцип легитимности любой власти, тем более парламента, представительская власть, она представляет людей, он основывается на волеизъявлении. Никто вот такого волеизъявления не проявлял в 2014 году. Соответственно, мы беседовали с людьми в рамках этой кампании о том, что да, в принципе, идея парламентаризма, она здоровая, она правильная, но не в условиях нынешней республики Молдова. При смене власти и переходе к президентской, систему власти и переходе к президентской республике, президент, который избирается всенародно, является главой исполнительной власти. То есть он означает правительство, он утверждает программу деятельности правительства, и таким образом возникает четкая жесткая вертикаль власти. Не какие-то парламентские консенсусы, ночные между собойчики. Захотели одно правительство, не захотели, поменяли. Это правительственная чехарда, она на самом деле, она просто опускает Молдову, не позволяет ей каким-то образом четко идти по пути решения тех проблем, которые существуют у граждан. То есть бесконечная борьба за мандаты, за правительство. Вспомним все это в очередной раз. Весь это дом-два, когда Альянс один, два, три, четыре, люди уже сбили со счета, сейчас вообще Альянс, у которого даже названия никакого нет. Альянс... Мне кажется, они сами даже устали называть себя, чтобы уже лишний раз, чтобы обманывать, обманываться. Они не только людей, да, они абсолютно справедливости, Станислав, они самих себя довели до такой, до ситуации комичности, до анекдота, когда они уже не могут дать даже какое-то светлое, разумное, доброе название вот этого между собойчика. И поэтому мы в рамках этой кампании объяснили людям, что от парламентаризма сегодня, как родоначальника и главного источника власти, надо отказываться. Президент избирается, и он четко пробует линию на протяжении четырех лет. И люди знают, кто что обещает, за что они голосуют, и знают, кто несет ответственность. Сегодня, кто несет ответственность, непонятно, потому что главное лицо этого большинства, Владимир Плохотнюк, он не находится в парламенте, у него нет ни одной официальной функции. Расставлены какие-то ставленники, которые не обладают реальной властью, и в том числе и парламент не обладает реальной властью, потому что решения принимаются по сценарию, который приносит на бумажки с утра и раздают смотрящим. Поэтому президентская власть, она обеспечит транспарентность, она обеспечит понятность, принцип ответственности, причем адресная ответственность. То есть люди знают, с кого чего требовать, и люди знают, в конечном итоге, за что они голосуют. Парламент сохранится, но парламент будет носить функции законодательного органа, то есть он не будет иметь отношения к исполнительной власти, он будет принимать законы, кодексы, усовершенствовать правила поведения, усовершенствовать отраслевое законодательство. А президент будет нести ответственность за исполнение тех обязательств и тех обещаний, за которые проголосовали люди. Вот такую систему мы предлагаем, поэтому за полгода полтора миллиона подписей, потому что кто-то говорит, а это все типа фиксы. Ну подождите, мы не две недели собирали, мы собирали полгода, и хочу сказать, что мы не при... Даже среди правого электората, среди электората, который враждебен, недружественен социалистам, хочу сказать, огромное количество людей подписалось, потому что даже правый и центристский электорат, абсолютно все люди, граждане понимают, что нынешняя система власти, она дискредитирована, она провалилась, и понимают, что никакой парламентаризм больше эту ситуацию не исправит. Возможно, когда-то в светлом будущем мы дойдем до того уровня, когда мы сможем вернуться к тому, чтобы парламенту дать больше полномочий, но когда будут представлены по смешанной системе и Приднестровье, и диаспора, и будет равный принцип применен ко всем округам, вот тогда мы и будем говорить потенциально о усовершенствовании системы. Сегодня так, люди поддержали, и 1 мая еще раз мы обсудили этот вопрос и пришли к тому, что была принята резолюция, поддержанная десятками тысяч людей, закрепленная эти полутора миллионами подписей, которые четко требуют изменения системы власти в Молдове. Следующие шаги, очень коротко, Зинтровна Гречаная отметила, что партия социалистов берет на себя обязательства на основании проведенной работы этих подписей, этой резолюции ввести в программу политическую программу на выборах осенью главным пунктом изменения, либо одним из главных, потому что есть там государственность, есть другие аспекты важные, одним из главнейших пунктов введения обязательства по изменению Конституции. И на одном из первых заседаний вновь избранного парламента, если не на первом, мы будем инициировать изменения Конституции. И мы будем говорить не от себя, как какая-то из фракций, из партии, мы будем говорить от имени большинства, и мы будем ссылаться на волю людей. Именно поэтому полгода собирались эти подписи. Это ляжет в основу последующих трансформаций в Конституции, в законе, в новом парламенте. И поэтому мы будем призывать людей массово избрать партию социалистов, потому что это единственная альтернатива нынешней власти. Другой альтернативы просто сегодня не существует. Любые разговоры о других альтернативах это лишь фикса, это мимирование, это лишь попытка раздробить, отвлечь внимание и так далее. Для того, чтобы изменить Конституцию, нам нужна массовая поддержка людей. И мы абсолютно убеждены, что на фоне той деградации, которая есть, это реальный шанс для Молдова. Тогда же 1 мая представители партии социалистов объявила о проведении праймерис на местах в преддверии парламентских выборов. Расскажите, если можно, ну, так сказать, с учетом и того времени ограниченного нашего эфира, и как бы по возможности поподробнее, что это, и как, и когда это будет проходить? Мы не можем себе позволить в важности нынешней ситуации, в судьбоносности будущих выборов, когда нам просто жизненно необходимо для спасения страны, нам жизненно необходимо сменять власть, мы не можем себе позволить делать ставку на людей, у которых нет рейтинга в территориях. Именно поэтому мы проконсультируем в каждом округе граждан на процедуре предварительного голосования, на праймерис, кого эти люди видят депутатам от своего округа. И мы, безусловно, будем отталкиваться, и главным критерием будут не какие-то данные личности, национальность, язык или еще какие-то характеристики, а главным критерием будет популярность человека среди простых людей. То есть мы хотим понять, кому в каждом округе люди больше всего доверяют. Именно поэтому в июне, в июле партия социалистов проведет праймерис во всех округах одновременно. И по результатам этого праймерис с конца июля мы будем иметь команду достойных людей, которые, безусловно, соберут большое количество сторонников, голосов, что позволит партии взять подавляющее большинство в будущем парламенте. Поэтому праймерис для нас это не какая-то прихоть, это безусловный элемент нашей технологии, это закрепление за партии социалистов в очередной раз статуса народной партии, то есть партии, которая выдвигает людей с подлинной народной поддержкой, ни приближенных, ни заслуженных, а тех, кого люди хотят видеть в будущем парламенте. Предлагаю обсудить и последние события в парламенте. Накануне парламент отклонил две важные инициативы, с которыми выступила партия социалистов. Одна из них — провести слушание по поводу расследования кражи века с участием генпрокурора, руководителя Национального антикоррупционного прокуратуры, Национального антикоррупционного центра. Как вы думаете, почему парламентское большинство о ней заинтересовано? Вот продолжение диалога или обсуждение или проведение таких вот слушаний для того, чтобы все-таки докопаться до истины? Что предлагается уже в общем-то не первый раз? Да, уже я думаю, что это понял. Каждый гражданин Молдовы. Во-первых, парламентское большинство сегодня не самостоятельно. Во-вторых, решения принимаются не в парламенте. В-третьих, парламент перестал быть площадкой для дискуссий, потому что по всем вопросам уже сформулированы у них и спущены задачи. И это машина для голосования. Поэтому я приведу только пример. Бакалавр, да? Ведь по нашей инициативе состоялись слушания в июле прошлого года, 20 июля. Все фракции, мы объяснили, что есть многочисленные нарушения в рамках организации этих экзаменов. Есть многочисленные нарушения и финансовые, и конфликт интересов, и коррупция в самом национальном агентстве по куррикулу и оценке. Мы объяснили и привели примеры, что тесты не соответствуют учебному плану, учебной программе, куррикулу, школьному. И привели еще целый ряд аргументов. Предложили парламенту обсудить эту ситуацию на слушаниях. Прошли слушания. Все фракции пламенно поддержали эти слушания и в рамках слушания пламенно и выступления, что да, там есть нарушения, что да, надо изменить это Гриллади и Валуари, это как бы шкалу оценки, трансформирования баллов за тесты с итоговыми оценками. Все говорили о том, что надо систему адаптировать под реальную ситуацию в Республике Молдова, потому что самые плохие результаты на Баклавре были в тех районах, которые хуже всего по экономическим показателям и в тех районах, где закрыли больше всего школ. Поэтому проблема национальная. Все так пламенно выступили, посидели, поговорили и разошлись. Поэтому мы тогда наставили на создание парламентской комиссии. Сказали, нет, пусть комиссия ЗАС Министерства придет проинформировать. До сих пор не пришли не проинформированы, не проинформировали, поэтому мы инициировали слушание, чтобы сказали, что было сделано, что было изменено, как мнения и пожелания депутатов парламента, фракций всех были приняты к сведению, что изменилось, какие новые правила и как готовится новый 2018 год бакалавра. парламентское большинство отклонило. И вот смотришь, ну где ваша принципиальность? У вас позиция есть, вот укажем в отдельности. У вас что-то вот есть, что тебе позволяет, ну елки-палки, чтобы мне не сказали, я голосую за. Ну хоть раз психоните, хоть раз покажите, что у вас есть характер, что у вас есть воля, что вы не просто машинка, что у вас здесь еще есть и здесь еще где-то что-то есть. Все, кто пламенно критиковали, министерство, это агентство, которое отвечает за бакалавра, все опустили голову и не подняли лапу. Получается, попиарились на теме, а реально ничем никак не могли. И реально ничем, потому что они не решают вопросов людей. Меня больше никто не убедит в том, что этих людей можно в чем-то убедить. Парламент не площадка для дискуссий, то есть он не соответствует своей истинной, натуральной сути и роли. То есть там невозможно никого убедить, даже если человек глазами соглашается, кивает, но он не поднимет руку. Потому что этот человек, он подотчетен. А в чем суть парламентаризма? Депутат свободен. Для чего иммунитет? Не для того, чтобы нарушать правила дорожного движения, а иммунитет для того, чтобы человек мог без боязни голосовать, высказывать позицию. А это просто уже некий аморфный организм. То же самое по подсчету КРОЛ. Опять большинства мы не набрали. Но КРОЛ-2. Оплачен КРОЛ-1. КРОЛ-2 из народных денег. Мало того, что людей обокрали дважды, украли миллиарды, потом еще эти миллиарды в публичный долг. Третий раз их обокрали, когда, возвращая публичный долг, подняли все цены. Три раза обокрали людей и четвертый раз их обкрадывают сейчас КРОЛом. Потому что из публичных, народных денег оплачиваются сотни тысяч, миллионы оплачиваются за эти два рапорта. Уже более миллиона евро за два рапорта, это факт. И в итоге получены некие документы, которые не придают публичной огласки и которые не обсуждают даже в парламенте. Так кто тогда руководит? Тогда какого черта вы заказывали эти КРОЛы? Скажите, выйдите в телевизор, скажите людям, ваше мнение оно абсолютно никакой роли не имеет. Ваше мнение никого не имеет. Мы власть, мы рулим, а вы мусор. И ни в чем мы перед вами отчитываться не будем. И ни одну информацию мы не обнародуем. Первый КРОЛ, это вообще, за который государство заплатило сотни тысяч евро. Люди заплатили. Публичный бюджет. Отказывались, отказывались, в итоге появился на блоге КАНДУ. И почему органы не привлекли к ответственности, что нету какой-то процедуры обнародования этих актов на каком-то персональном блоге. Второй КРОЛ вообще не собираются публиковать. Третье. Евросоюз, Совет Европы, все структуры требуют реальный возврат денег. Заключение Совета Евросоюза в марте, в феврале, точнее, четко сказало, что Молдова ничего не сделала для того, чтобы вернуть украденные деньги. Ну, вы как-то перед своими этими спонсорами, внешними кукловодами хотя бы покажите, имитируйте бурную деятельность, покажите что-то. Нет, все молчат ради сохранения статуса КВО. Поэтому, Станислав, отвечая на ваш вопрос, у людей уже не может быть никаких ожиданий от этого парламента. Никогда в этом парламенте не будут открыто обсуждаться те проблемы, никогда не будет высказываться и приниматься принципиальные решения, просто потому что они стали заложниками собственной системы, когда парламент это лишь машина для голосования, а решения принимаются вне парламента. Не конституционно, но вот имеем то, что имеем. В отношении КРОЛа хочу только добавить, что мне кажется, не надо переоценивать их значения, потому что оплачены услуги этого агентства за счет государственного бюджета, публичных средств, а отчитываются они конкретным заказчикам. И мне напоминает эту картину от начала 90-х, когда я впервые услышал об этом агентстве КРОЛ, именно им было поручено расследование, точнее, поиск денег коммунистической партии Советского Союза. Мне кажется, сейчас любого спроси, и ветерана КПСС и так далее, слышал ли он о возврате этих средств, найдены ли эти деньги и где они вообще. И я думаю, ответ будет отрицательный, никто ничего не знает, потому что занимался этим КРОЛ и отчитывался Ельциновского правительства. Более того, я дополню, что в ближайшее время КРОЛ может просто закрыться как организация. И соответственно, все, что мы ждали от этой организации, это была пыль. Но самое главное, зачем было платить? Есть же свои органы правопорядка, есть свое следствие. Многие из них руководители говорили, все на поверхности, осталось только получить команду. Есть 113 подразделений видов прокуратуры, есть генеральная прокуратура, есть юстиция, реформированная на более чем 100 миллионов евро за последние 9 лет. Зачем нам обращаться куда-то? Или что, наши органы не знают, кто нес ответственность? Нес ответственность тот губернатор, которого нацбанка, которого отпустили с миром, тот премьер-министр, внесли ответственность те руководители СИБа, те руководители прокуратуры, которые все знали, показывали пай, все обсуждали в кулуарах. Так, ребят, вы кто? Вы юстиция или вы кто? Не нашлось ни одного порядочного руководителя, ни прокуратуры, ни СИБа, ни других органов, чтобы это назвать вещь своими именами. А всех фигурантов уже давным-давно отпустили с миром. Ну вот еще, если так уже завершить такую тему и парламентаризма, и того, что происходит во власти, вопрос такого характера. На днях премьер-министр Павел Филипп недвусмысленно дал понять, что готов передать власть неким иностранным, будем говорить, силам, пригласив их на участие в переговорах, для того, чтобы попытаться формировать новое правительство в Молдове. Президент достаточно четко, точнее, даже жестко прокомментировал это заявление. Я считаю, что здесь не зря было сказано, что после тех заявлений, сделанных Павлом Филиппом, он обязан подать в отставку. Вот на ваш взгляд, что это было? Это со стороны Павла Филиппа это, так сказать, роспись в бессилии руководить страной, доведенной до такого состояния, или уже, опять же, продиктована извне, продиктована извне сценарий? В условиях, когда у них полностью потеряна поддержка народа, людей, что видят абсолютно все внешние партнеры. В условиях критики открытой этой власти со стороны их же спонсоров Евросоюза Совета Европы. В условиях деградации им нужны гарантии. Гарантии того, что они прекрасно понимают, что путем воли и заявления придут другие. Им нужны, во-первых, гарантия. Что большинство какое-то потенциально им будет помогать формировать Запад, Соединенный Штат. Которые, ну, то, что Майя Санду, она пойдет в копилку большинства демократов, это факт. Тут бабушки не ходи. Я даже могу вам надиктовать, что Майя Санду с какими выражениями она выйдет, и Настасья, и все прочие правые, кто попадет в парламент, выйдут и скажут, ну, вот, чтобы не пришел Путин, во благо евроинтеграции. Но мы потерпим еще 4 года Плохотнюка. Ну, пусть Плохотнюк часто в телевизор не появляется, вот. Не компрометируют нас. Да, но мы, в принципе, поддержим. То есть, Запад будет им пытаться формировать большинство, понимая, что этого большинства у них нет. Но даже в этой ситуации это лишь гарантия для них некая лояльность Запада, чтобы Запад их не преследовал, чтобы Запад не обнародовал факты, которые есть у Запада, похищения по беззакониям, чтобы их активы, которые на Западе, чтобы их активы, чтобы они сохранили право собственности на этих активах. У них там семьи, у них там все. Поэтому их лояльность, вассальничество по отношению к Западу, оно для них, даже как для людей, безусловно, жизненно важно. И поэтому они готовы предоставить, пожалуйста, страна открыта, приходите, управляйте и так далее. Но внешнее управление у нас введено уже не как первый день. Нас ждет то же самое, что есть в Румынии сегодня. Нацбанк румынский управляется извне, ДНР управляется извне, реформированная Западом юстиция, румынская управляется извне. То есть фактически любого румынского аборигена, который называют себя местным политиком, они могут в два счета фактически уничтожить. Потому что неправительственный сектор, масс-медиа, их не оно полностью под контроль, на четвертая власть. То есть любого можно дискредитировать и за два-три дня сделать из него ничто. Либо просто надеть на него наручники. И в том числе это помимо, знаете, как Ленин писал, надо взять телеграф, надо взять банки, надо взять почту, и мы будем контролировать все. Ну тогда были те технологии, сегодня у них контроль над масс-медиа, над юстицией, над банковской системой. То есть они фактически и, конечно, не надо забывать о ручных партиях. Поэтому у них есть вся инфраструктура у Запада, чтобы сегодня управлять Румынии, в том числе и военная инфраструктура. То же самое по тем же лекалам ведут и нас. И последний шанс это все изменить, это осень. То, что говорит Филипп, мы должны понимать, что Филипп говорит не от своего имени. И это говорит лишь о том, что они ощущают угрозы. Это говорит о том, что они уже перекладывают ответственность за результат выборов на кого-то другого. Потому что они прекрасно понимают, что бы они не вытворяли, у них нет поддержки людей. Поэтому я думаю, что в данном случае это где-то и хороший сигнал для простых людей. Потому что тем самым власть расписывается в собственном бессилии. Ну, не соберет Майя Санду много голосов для Плохотнюка. Просто потому что Майя Санду не умеет работать в территориях. Просто потому что у нее нет активной команды, структуры. И как-то не для королевы дороги в молдавских селах. Потому что ей бы пойти бы на курсы к землетровне Гречаной, чтобы показать, что такое выезды в 5 часов утра, возврат в 10-11 вечера, либо ночью, для того, чтобы присутствовать в территориях на мероприятиях, находить, строить структуры, подбирать людей, работать с этими людьми, отвечать в день на сотни телефонных звонков. Это не для Майя Санду. Понимаете? И поэтому у демократов, несмотря на весь их админресурс, ну, слушайте, люди уже до такой степени обозлены, они могут контролировать руководителей районов, примаров. Но это не значит, что за примаром будут стоять и реальные голоса. Поэтому я думаю, что Филипп, точнее, его руководство непосредственное партийное, они прекрасно понимают, что ситуация у них плохая, и поэтому это вот такой вот зов беспомощности, чтобы Запад им немножечко как-то еще подраил имидж, по чем-то, золотые парашюты, которые спасут. Реакция президента была нормальная, четкая, жесткая, что это нарушение Конституции, международных норм, что это, что значит призыв к открытому вмешательству внутренних дел Молдова. Тут встретились там с российским бизнесом, с представителями, они орут истерику, поднимают аэропорт, закрывают для российских деятелей и кричат вмешать свои власти, а здесь напрямую, в прямом режиме прямого управления, ручного управления, и все нормально. Да. Ну вот тема дальнейшего нашего с вами разговора я обозначу так. Спасем столицу, спасем страну. Это слоган кандидата на должность столичного градоначальника Иоанна Чабана, представителя партии социалистов Республики Молдова. Проходит по нашим наблюдениям десятки, сотни встреч в день у этого кандидата с простыми людьми, с кишиневцами, с трудовыми коллективами. Я уже не говорю о ежедневных пресс-конференциях, выходах к нашему брату, к журналисту. Как проходят на местах эти встречи? Каков градус электоральных может быть предпочтений или ожиданий кишиневцев от грядущих местных выборов? Во-первых, очень активная, яркая, динамичная компания. Она прежде всего объясняется тем, что у нас молодой, энергичный, очень боевитый кандидат, очень работоспособный. И безусловно, тем, что нам получилось за последние три года построить хорошую команду в Кишиневе. это наша крупнейшая фракция 19 муниципальных советников. Хочу сказать, что мало того, что они крупнейшие, это абсолютно честная, чистая команда, ни одного голосования по земельным вопросам, ни одного коррупционного скандала, даже какие-то попытки где-то что-то очернить, это все полная нелепость, потому что ребята работали настолько транспарентно, открыто, ни одного какого-то договорного матча, ни одной попытки договориться о чем-то, о чем-то с кем-то и так далее. Хочу сказать, что под руководством Иоанна Чебана выросла хорошая, крепкая команда людей, которые знают муниципи, знают его проблемы и имеют четкую программу управления, начиная от электронных закупок, электронного голосования в Мумсовете, реальной, а не декларативной борьбы с коррупцией, презентация генплана города, безусловно, проведение публичных конкурсов на занимаемые должности руководителей, то есть всю эту премарию надо шараж-монтаж зачищать, потому что Сильвия Раду по сути на камеру там поорала, поистерила, а на самом деле все те же чиновники, и Молдавану на месте, но уже был у него голубой билет, сейчас синий партийный билет, и фляж уже с билетом Демпартии в кармане, и они сидят, по сути Сильвия Раду ничего не изменила, единственное изменение, которое ждет кишиневцев, это то, что она сделала на унион Феносе, миллиард леев в год прибыли уходил в Испанию, повышенные тарифы, когда она требовала на каждом заседании Анре повышение тарифов, тарифы на электричество выросли жутко, и они экономически необоснованы, зарплата в полмиллиона лею Сильвии Раду и в сотни тысяч лею аппарата административного, то, что залезали напрямую в карман к людям путем тарифов, и они еще считали, что их зарплаты могли бы, что они не такие уж и большие, миллиардная прибыль выводимая, и самое главное, не оплатил на второй день, отключили унизительные процедуры, унижение граждан, нарушение прав потребителя, вот что такое Феноса, такой же менеджер будет и по воде, и по отоплению, по всем делам, повысят тарифы на все, и она умеет добиваться повышения тарифов, ей же нужно быть эффективным менеджером, ей же нужно показать результаты, и она нам будет грабить людей, выгонять с квартир стариков, которые не могут оплачивать услуги, и при этом она будет строить клумбы за 2 миллиона леев клумба, и плюс еще Феноса любопытный вариант, она же 169 миллионов евро отмыла через свои СРЛ-ки за консультационные и разного рода услуги Феносе, вот такой менеджер, людей ждет повышения тарифов, людей ждет все тот же беспредел, те же чиновники, что и при Дарине Киртуак, они этого мы добивались. Наша команда это единственная команда альтернатива нынешнему вот в премарии, нынешнему руководству премарии, нынешней кадровой политике премарии и нынешнему хаосу, и воровству публичной и муниципальной собственности. Ведь она Сильвия Радуна ни одной стройки не остановила, хотя она там пыталась где-то рисоваться на маленьких стройках, а рынок и Лешину даже не появилось, профсоюзы, Дом культуры даже не появилось, вот на каких-то маленьких стройках побыла, пошуршала там с 12 камерами и все, там резиновые сапоги в троллейбусный парк принесла, как будто они работали без резиновых сапог. Поэтому это все тот же пиар, это тот же Дарин Киртуак и только в юбке и все тоже будет унаследованное. Я абсолютно уверенно хочу сказать, что у нашего кандидата Иона Чабан есть подготовка, компетенция, есть желание и здоровая амбиция за этот год показать, что до следующих выборов местных показать, что-то может измениться. И я знаю, что есть четкая система действий и четко, последовательно мы знаем, как решать эти проблемы. И для города это шанс. Я очень хочу надеяться, что в этот раз хотя бы наши люди сделают выводы и они будут сидеть дома. Потому что сидеть дома это значит Дарин Киртуак, это значит Сильверадо. И хочу сказать, что люди почувствуют реальные перемены в Кишиняне. И абсолютно уверенно могу сказать, что в наших встречах с людьми мы находим понимание. У нас нет каких-то проблем во встречах с людьми. Мы не пытаемся прятаться, что кто-то там независимый кандидат Сильвия Плохотнюк. У нас есть Ион Чебан, мы этому человеку доверяем, этому человеку доверяют президенту, этого человека есть команда, этого человека есть реальный план мероприятия, есть реальная программа. Поэтому мы все дружно встали рядом с ним, плечом к плечу. У нас каждый день действительно проходит очень много встреч с гражданами, я уже даже вам затрудняюсь назвать цифру, потому что у нас работают и депутаты, и муниципальные советники, и тысячи наших членов партии в Кишиневе, и молодежь, и ветераны, и целый ряд организаций нам помогает. Мы не ставим акценты на каких-то пиар-акциях, мы встречаемся с людьми, мы ходим пешком, мы с ними разговариваем, мы приходим в каждый двор, фиксируем проблемы. И хочу сказать, что у нас нет проблемы с коммуникациями, с людьми, у нас очень хорошие шансы победить. Конечно, хотелось бы победить с первого тура, чтобы сэкономить какие-то бюджетные деньги, конечно, хотелось бы победить с первого тура, чтобы не было опять истерики с русскими танками, но я думаю, что если мы продолжим так же активно работать, то у нас все будет в этом плане хорошо. Спасем столицу, спасем страну, но я думаю, почему так, да, понятно, потому что в столице 8% экономики, здесь большинство сегодня, к сожалению, это та реальность, в которой есть большинство молодежи, активных граждан, предприятий, учреждений, и, конечно, получив эту инфраструктуру, в Кишиневе будет избираться 11 депутатов будущий парламент по 11 округам, мы на этом настаивали в комиссии, которая создавала округа. Нам важно, чтобы эти 11 человек от Кишинева, чтобы это были люди правильных взглядов, чтобы это были люди правильные позиции, и чтобы это не были секретари Сильвии Раду. — Ну и под занавес хотелось бы, вот тема, тема 9 мая, готовится очередной марш бессмертного полка, как он будет проходить, на каком, по какому принципу, и куда приходить людям, которые готовы поддержать эту идею? Хорошая, прекрасная, замечательная традиция защиты исторической памяти, это то, что является нашим самосознанием, и я уверен, что и в этом году будут десятки тысяч людей на марше бессмертного полка. Мы встречаемся в 9 часов утра в центре Кишинева, у нас будет одновременно три колонны, будет колонна от Патрии, будет колонна от Аркии, будет колонна непосредственно автоколонна с площадью Великого национального собрания, где будет экспозиция военной техники, ретроавтомобилей, во главе колонны, как всегда возглавляет колонну, как и каждый год будут ветераны Великой Отечественной войны, которые проедут весь маршрут в ретроавтомобилях. Хочу сказать, что вот тот Координационный Совет Победа, который фактически уже не первый год работает, проводит, мы лишь являемся его частью, помогаем. В этом году включил в себя новые организации, десятки организаций, это и Союз офицеров, Союз воинов Афганистана, многие другие организации, которые уже традиционно выходят. В этом году, что принципиально новое, будет гораздо больше школьников, выпускников школ, лицея, для того, чтобы была преемственность поколений. Будет очень много молодежи, будет очень много красивых, маленьких, так скажем, приятных вещей. И это не только автоколонны, это не только два военных оркестра, президентский оркестр, но это очень много маленьких сюрпризов для людей, и это не только флаги, не только геркеские ленты. Я призываю абсолютно всех граждан, независимо от ориентации, потому что колонна будет абсолютно беспартийной, независимо от политической ориентации, политических взглядов, независимо от языка национальности, мы должны быть все вместе. И в этот день мы должны показать силу, и для нас это уникальная возможность показать силу объединения, сплоченность людей вокруг нашей истории, которую сегодня пытаются переписать. Сплотиться вокруг того, какой мы хотим видеть Молдаву, сплотиться в том марше солидарности, марше бессмертного полка, который фактически большинство людей выступает за наши ценности. Людям надо выйти, это увидит весь цивилизованный мир, что молдаване, они гордятся своей историей, они активны. И настоящие молдаване, молдавский народ это не та власть, которую видят наши международные партнеры. Мы в 9 часов утра ждем у Арки Победы абсолютно всех жителей в Кишиневе, пройдем единой красивой колонной с портретами героических дедов, прадедов. И каждый Кишиневец сможет внести свою маленькую значительную лепту в общий бессмертный полк. Влад, спасибо за этот довольно высокосодержательный диалог. Спасибо, я вам. крайне интересно послушать ответы на наши вопросы. Я лишь добавлю, что редакция телеканала Акчен ТВ тоже готовит небольшой сюрприз. Своим зрителям мы готовим телевизионную работу памяти военных корреспондентов Великой Отечественной войны. Среди военкоров были и Константин Симонов, и все Вишневские писатели, о которых многие знают. И эта работа будет показана тоже 9 мая. Следите, как говорится, за наши программы. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Спасибо, Станислав. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был исполнительный секретарь партии социалистов Республики Молдова депутат парламента Влад Батрынча. Оставайтесь с нами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова